Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог! У нас второй день праздников, пасхальные выходные, и я в этот день готовлю праздничный обед для всей семьи. Я немножко по-другому засервировала стол и решила поделиться с вами еще кое-какими идеями, как недорого, но красиво накрыть стол. Во-первых, вовсе не обязательно покупать специальную дорожку именно на конкретный праздник. Можно взять нейтральную, однотонную, бежевую или белую. Их вы найдете в Юске или, например, в Икее. Моя, напомню, из Пепко. Дальше вовсе не обязательно использовать вот такие специальные кольца для салфеток или декора. Вы можете заменить их на шнуровку, которую я также раньше использовала. Можно взять однотонную или, наоборот, цветную, которая будет перекликаться с вашими небольшими аксессуарами. Если вы не готовы тратиться на вот такие салфетки, то их также можно заменить на любые другие. Вот, например, такие элегантные. Они, правда, очень старые, и они были супер ровными. Я покупала их в Икее. И если сложить даже столовые приборы на них, добавить какую-то веточку, а весной они везде есть, то получится тоже очень элегантно. Если вдруг вы не хотите покупать подсвечники, то, опять же, в Икее, и я думаю, что в других магазинах вы можете найти неплачущие свечи, которые не стекают. Вот, специально сюда поставила, чтобы вам показать, но она располагается чуть в другом месте. Это огромная свеча из Икее, они есть разных размеров. На стол можно взять что-то поаккуратнее. Брусочек я покупала в Nano Nano, насколько я помню. Но тоже, если отправиться на пилораму какую-нибудь, то вам тоже без проблем дадут нечто такое в разных размерах. И вообще, мне нравится, когда брусочек большой и ставишь несколько вот таких свечей. Это настолько стильно, аккуратно и вообще очень модно. Да, это сейчас тоже в тренде. Если же на вашем столе слишком много праздничных вкусностей и свечи никак не помещаются, а вам хочется добавить декор, свечи убираем и можно приобрести бюджетные, но очень симпатичные, милые декорации. У меня вот этот кролик на яйце и кролик с морковкой из Nano Nano. Опять же, недорогие элементы, но это выглядит как-то так по-особенному. Я люблю такие детали. Если же в ваших странах все это стоит очень дорого, то обычно после праздника во всевозможных магазинах через пару дней наступают скидки до минус 70%. И тогда все именно тематические какие-то декорации стоят очень и очень недорого. Я пару лет тому назад купила этого кролика за несколько центов. И он настолько универсальный, что даже если бы я положила обычные столовые приборы, постелила бы белую какую-то дорожку, которая у меня есть, или белую скатерть, поставила бы обычные свечи, добавила бы несколько таких кроликов и тоже было бы красиво. Я надеюсь, что вас вдохновят мои подсказки, а я сейчас бегу на кухню, потому что у меня там все готовится и уже буду потихоньку все расставлять. У меня тут рабочий процесс. Сейчас расскажу, чем я буду угощать гостей. На первое блюдо у нас польский журек. Я показывала вам постную версию. Это с колбаской, с яйцом и главное здесь это за кваском. Мы обязательно ее сделаем сами в одном из следующих влогов. Не скажу, когда точно, но обязательно. И нужно еще яйца почистить. Вот тоже их Томак отваривал. Также сделала весенний салат. Осталось заправить его сметанкой. Просто огурцы, помидоры, соль и зеленый лук. А это салат, который всегда вас интригует. Повторюсь, потому что у меня много новых зрителей. Это просто перемолотая в блендере красная капуста с майонезом, немножечко соли, перца и лука. Какого захотите. Это все. И мужчины в нашей семье его просто обожают. Поэтому часто готовлю его даже к воскресному обеду. Так, здесь у меня сейчас как раз уже приготовилось мясо. Это запеченное филе индейки в соусе, в маринаде точнее, который я показывала в инстаграме. Оставлю вам ссылочку внизу. И, наверное, как-то буду готовить футбук. Тоже еще раз сделаем его с вами. Он получается как в такой сладкой, горчичной, соленой глазури. Достану и буду украшать при помощи граната. Здесь у меня отваривается картошечка, будет пюре. И томок отбивал и сам панировал. Это польские котлеты. То есть, наши привычные котлеты, это шницели здесь. А котлет польский, это или куриное филе, или же свинина. Нарезанная, довольно тоненько отбитая. Соль, перец. Дальше в муку, в яйцо и в панировочные сухари. И томок еще любит, когда это все пожарено на смальце. Вчера нас десерт немножечко подвел. Папа очень старался, но переборщил с ванилью. И очень сильно горчит, поэтому я делала панакоту из того, что было в холодильнике. Сливок было очень-очень мало, поэтому получилось 4 порции. Также был замороженный манго. Я сделала мусс, с которым буду подавать панакоту. Я знаю, что ее любят не все. Как минимум, несколько человек есть не будет, поэтому я сделала еще что-то. У нас закрыты все магазины из-за того, что праздники. Поэтому пришлось что-то выдумывать. И у меня были яйца, молоко, мука. Сделала финский блин. Вот этот ленивый блинчик из духовки. У меня также есть еще взбитые сливки из баллона и ягоды. Собственно говоря, этим и будем лакомиться после обеда. И также на завтрашний полдник что-то останется. Субтитры создавал DimaTorzok Дома готовит фирменный салат его мамы. Пока я с булочками увожусь, уже третий час. И так это выглядит в реальности. Не постановочное. У нас продается вот такой сельдерей консервированный. И для начала выкладываем его на дно. Следующий слой это консервированная фасоль. Дома заранее нарезал лук-порей, перемешал с солью и с перцем. Смазываем два вот этих слоя майонезом. У нас келецкий. Я показывала вам его несколько раз. Это мастхатомика. Отвариваем яйца. Яиц много в салате не бывает, поэтому у нас 7 штук. Нарезаем ветчину кубиками. Ты отрезаешь края, что ли? Жир. Диетическое. При таком количестве майонеза, то мы в принципе все равно. И теперь нарезаем кубиками. Или соломкой тоненькой. Тоненькой. Мика, ты что укусила только что Игната? Ну непонятно, то ли игрались, то ли как так вышло. Может он надоел ей? У меня тут время уже отдыхать. В общем, Игнат рыдал крокодильями слезами. Ох, Игнашка, Игнашка. Все равно ее сильно любит. Вредели все. Еще ноги для тебя готовы. Это после майонеза ты выложил, Тома? Да, я думаю, без разницы. Я когда-то тоже у мамы спрашивала его, говорит, без разницы. Дальше лук-порей. И потом снова майонез. Мне кажется, кукуруза мокрая, чтобы она сверху лучше была, чтобы пропиталась. Ну это в принципе как у нас во всем. Как ты думаешь, как лучше сделать и сделать по-своему? Кукуруза. Теперь мое снова. А я буду добавлять яйцо. После майонеза был лук-порей и яйца. Стихийное бедствие. И в конце ананас. Давай. На яйца. И сверху еще майонез? Нет, но он был йогурт. Или йогурт с майонезом. Точнее даже йогурт со сметаной. Тьфу, этот майонез со сметаной можно и с солью перемешать. Типа диетически получится. Хотя в этом случае кажется уже без разницы. Праздники это было самое позитивное, что происходило в последнее время. Я немножечко отвлеклась. Но на самом деле мой день, точнее даже не мой, а день Мики начинается вот так. И так заканчивается. Сейчас в нашей семье очень сложный период. И я готова рассказать. Что происходит? Я сразу хотела бы предупредить тех, кто приходит ко мне на канал за позитивом. Кто не хочет всего этого слушать. Кто не понимает, как можно так переживать и убиваться по поводу животного. Это член нашей семьи. Поэтому, если для вас это, знаете, настолько несущественно, все это просто выключите. Я вынуждена что-то сказать тем зрителям, которые сопереживают, которые пытаются помочь, которые интересуются. И вообще хотела бы поблагодарить вас за то, что вы очень добрые, отзывчивые. Черт, я обещала себе не плакать. Я даже не знаю, честно говоря, с чего начать. Наверное, с того, как наша Мика попала к нам. Вы знаете, что мы купили ее с рук от людей, которые от нее отказались. Просто хотели продать. Не из питомника. Мы связались с питомником. Мы через два дня после того, как она появилась у нас, отправились к ветеринару. Посмотрели, сказали, что все хорошо. Также многие зрители обращали мое внимание на то, что собака очень спокойная. Что она такая ленивая. Вообще-то, акиты, они сами по себе очень сдержанные. Они редко показывают свои эмоции. Они все хранят в себе. И когда очень сильно радуются, и когда очень сильно переживают, и так далее. И я неоднократно спрашивала у ветеринаров. Мы ходим, скажем так, в неплохую клинику. И тоже хорошие отзывы. И она не бюджетная. И так как собачка была совсем маленькая, то, понятное дело, мы наведывались туда часто. Потому что то какие-то прививки, то нужно было дать капли от клещей, то еще что-то. Поэтому собака постоянно была под контролем. Мы также общались с другими хозяевами акиты. Мы спрашивали, как ваша собака. И все они приблизительно похожи друг на друга. То есть, если собаке давать нагрузку в пределах нормы, там, акита тоже не может бегать по 20 километров. Но если с ней регулярно гулять достаточно, то дома она не будет ничего там такого вытворять. Потому что если собаку просто оставить дома, то она не будет спать так, как наша. Она может сожрать даже диван. То есть, собакой нужно заниматься. И, собственно говоря, это мы и делали. Поэтому на прогулках она всегда активничала. Она игралась. Если недостаточно с ней гулять, то, ну, а там то-то, то-то погрызла. Но я даже не акцентировала на это внимание. Потому что мы это принимали. И я уже изначально была согласна с какими-то потерями. Прежде чем она появится у нас. Вообще любая собака. Так что я никогда не жаловалась. Никогда ничего такого не говорила. В конце лета или в начале осени собака проходила полное обследование. Потому что были показания по-женски. И все было хорошо. И где-то в конце года мы заметили, что у нее появилось недержание именно ночью. Не каждую ночь. Но вот несколько раз в неделю, я говорю, Томак, это ненормально. Она всегда, ну, не то чтобы терпила. Мы ее выводили поздно вечером. И до утра вообще без проблем она спала. И, значит, мы пошли к ветеринару. Нам сказали, что нужно ставить анализы. И оказалось, что у нас якобы воспаление мочевого пузыря. Нам выписали таблетки. Что-то там еще поддерживаю. Всю вот эту систему. И сказали, что нужно перейти на диетическое питание. Что мы, собственно говоря, и сделали. Изначально мы покупали корм, такой, как нам сказали, в питомнике, который мы потом нашли. И, конечно, когда вот это вот все вылезло, все эти проблемы, мы обратились в питомник и начали задавать вопросы. Они сидят в танке и говорят, что у нас такое впервые, что мы вообще впервые с таким сталкиваемся. И вообще, как оказалось, потом даже доктора не могут сказать, что произошло, почему так и что именно с собакой. Такое тоже бывает. И не только с собаками, но и с людьми. Не можно вести супер здоровый образ жизни, следить за питанием и все прочее, прочее. И все равно заболеваешь чем-то серьезным. Так было в случае моего папы. Поэтому я понимаю, что причину, возможно, даже не получится выяснить. В общем, мы давали лекарства и проблема ушла. Я склонна к тому, чтобы доверять докторам. Это наша первая собака. И я потом, когда уже это все, знаете, начали раскручивать, я задавала миллион вопросов. Могли ли мы заметить? Могли ли доктора что-то пропустить? И все доктора как один говорят, что нет, не корите себя, не вините себя. Потому что бывают такие случаи, что собачка маленькая и какие-то проблемы не появляются. Здесь не принято при рождении или после рождения сразу делать УЗИ, чтобы проверить все органы. Все только по каким-то показаниям. То есть собака перестает есть, она слабая, она бегала как конь. Даже сейчас для нее пройти 10 километров не проблема. И она до сих пор хочет играться, но вне дома. То есть она знает, что идет на улицу и там уже будет активничать и так далее. Хотя ее так особо никто не учил. Там дети с ней играются, она тоже с удовольствием. Поэтому никаких звоночков раньше прям не было. И нам сказали, что собака начала расти и некоторые органы перестали справляться. Также когда мы были в Швейцарии, мы оставляли собачку с нашими знакомыми. Они собачники, они сами очень любят их. И Мика была среди других собак 5 дней получается. И нам тоже никто не сказал, что у вас собака странно себя ведет, что она чем-то отличается. Я даже потом звонила и уточняла, замечали ли вы что-то. Нет. В конце января проблема вернулась. Нам снова сказали сдать анализы. И снова показалось, что какое-то воспаление. Нам начали снова лечить мочевик. Еще забыла сказать, что нам делали такие УЗИ в конце года и в начале года получается. И никто ничего такого не заметил. Но у нас есть специальные врачи, как и в других странах, именно урологи, которые занимаются проблемой. С почками, со всем остальным. Есть тоже специалисты, которые четко только проводят УЗИ. И нам говорили, что это мелочи, это цистит. Типа, что вы переживаете? Все нормально. Собаки становятся лучше. Что вы паритесь? Но когда нам прописали лекарства, посмотрели на УЗИ, сказали, что нормальный мочевик, прописали лекарства. И, к сожалению, лучше стало только на момент принятия вот этих антибиотиков и так далее, поддерживающих каких-то. И снова проблемы возвращаются. Я прихожу, говорю, слушайте, давайте искать, что происходит, потому что непонятно. Они говорят, это скорее всего какая-то бактерия. И началось посев, там еще что-то, ничего. И в крови тоже раньше не было ничего. То есть непонятно, что что-то прям, знаете, что нужно копать там дальше, искать. Возможно, если ветеринар реально от Бога, или у которого огромный опыт, хотя это тоже не молодые доктора, которые лечат сейчас МИКу и обследовали ее. Они тоже разводят сейчас руками и говорят, что мы такое видим впервые, чтобы так быстро, чтобы так это все усугублялось. И нам из нашей ветклиники предложили пройти УЗИ у очень классного специалиста, которого советовали потом уже мои зрительницы в Инстаграме. Она стоит в Международной ассоциации ветеринаров, поэтому именно как специалисты из Кракова, там из Польши, в принципе. Ее тоже очень часто рекомендовали по ней у ВИТа. И получилось так, что, я же вам говорю, сразу все посыпалось на нас. Я поехала с Захаром к специалисту, а Томак поехал на УЗИ с собакой. И при очень долгом обследовании доктор сделал каменное лицо буквально и говорит, я не знаю, что это, я не могу сказать вам, что это, то ли это генетические сбои. Но почему раньше анализы ничего не показывали, непонятно. И опухоли выросли буквально за несколько недель. И они в таком месте, что ни биопсию не взять, они перекрывают почки. Можно просто разрезать и тогда понять, что это. Возможно, КТ что-то могло бы показать. И Томак, бедно, не знал, как сказать мне, так как нам сказали максимум полгода. Но при такой тенденции развития всего этого, скорее всего, ситуация будет усугубляться просто в геометрической прогрессии. Томак не сразу признался, но я заметила, что что-то не так. А что он ее обнимает постоянно. Я начала его допрашивать буквально, потому что он говорит, что у нас назначены следующие там обследования. Если бы это ничего серьезного, то последующих обследований не было бы. Он звонил моей маме, моим подружкам. Как лучше? Что делать? Он даже нашел нового щенка, который должен появиться позже. Так как я хотела двух собак, мы забрали взять и вторую, или самоеду, или тоже Акиту. Мы разговаривали об этом еще несколько месяцев назад. Он говорит, мы Мику будем спасать, но будет две собачки у нас. Так, как ты хотела. Но делаешь не в новой собаке, понимаете? Человек уже не знает, как немножечко, не знаю, как это пережить. Так, чтобы не сойти с ума. Это очень больно. И все-таки Микуша, она больше как бы моя. Он просто, знаете, как... Моя тень, она всегда со мной. В общем, когда нам сказали, что все очень плохо, и что доктора не знают, почему так, и что это, собственно говоря. Спасибо вам огромное. Я вынуждена была обратиться к вам в Инстаграме, и очень многие согласились помочь, верились с контактами, даже просто передавали результаты анализов, сами переводили иногда. Это обследование наших польских, и, к сожалению, ни один доктор не мог сказать, что именно происходит. И вы представляете, Микки начали там ставить какие-то капельницы и так далее, чтобы поддержать организм, и спустя неделю результаты анализов ухудшились на 95%. Что это? Я вообще просто в шоке. И нам говорят, ну, готовьтесь к лучшему. Так тоже бывает. Слава богу, она чуть более активна в последние дни. Но все настолько плохо, что нам запретили ставить наркоз для того, чтобы пройти КТ. Пока что. Первые там 10-15 дней для того, чтобы немножечко поддержать организм. Нам сказали, КТ вам даст только одно. Вы узнаете, что это? Но бороться с этим в нашем случае никак невозможно. И я не знаю, то ли проходить КТ, то ли поддерживать просто. Но, знаете, когда все вокруг говорят, что непонятно, и, блин, собака просто будет умирать на глазах. Остается верить в чудо. И самое интересное все, знаете, то, что когда сказали, что все плохо, говорю, неужели нельзя дать какие-то поддерживающие таблетки? Ну, что угодно, сделайте что угодно, просто чтобы как-то ей помочь тоже пережить этот период. Они говорят, нет, не надо, зачем вам тратиться? У меня шок был. Я давай звонить другим. И мне удалось найти врача, который прописал, да, дорогие таблетки. Ну, в таких случаях, поверьте, ничего не жалко. Чтобы как-то поддерживать почки, потому что сейчас они страдают больше всего. И я говорю, собака не хочет есть вообще ничего. Мне уже без разницы, что вы будете ей давать. Главное, чтобы она что-то ела. Поэтому я стараюсь давать ей диетическое питание, что-то там сама отвариваю с ручками. Ну, и тогда ест. Такая ситуация мне очень сложно говорить. Спасибо, что были со мной. Мы надеемся на лучшее. Я верю. Чутко.